Братцы и сестры, всем огромный привет! Прошу вас досмотреть данное видео до конца, так как вопрос является жизненно необходимым не только для меня, но и для всего населения Российской Федерации. Сейчас во время специальной военной операции очень мало зон по подготовке личного состава, имея в виду лагерей, каких-то баз и так далее. Мы на Дальнем Востоке совместно с моими товарищами, друзьями, военными блогерами, хотя мы себя такими не считаем, ну пусть будет так, организовываем тренировочную базу в городе Герой Хабаровск. И все было замечательно, да, все было хорошо до определенного момента, пока во всю эту историю не вмешался глава Мичуринского района, в принципе, на чьей территории располагается база. Данный человек не то, что не хочет помогать, он делает все возможное и невозможное, чтобы эту территорию продали за 65 миллионов на торгах. Вот. Ну, с торгов ее, к счастью, сняли, и 2 августа человек должен был подписать договор аренды с Михаилом, который является руководителем данной базы, сроком на 25 лет. Но этого не случилось, потому что Павел Шабрин, Павел Александрович считает, что это все не нужно во время специальной военной операции, да, то, что важнее поставить какие-то непонятные коттеджи там и так далее. Ну, вы понимаете, да, все в этом роде, где много денег, бабла и так далее. Сейчас я к вам хочу ко всем обратиться с большой-большой просьбой. Прям, не знаю, вот все, что есть у меня внутри, все просят вас помочь. Обращаюсь ко всем, ко всему населению, к женщинам, к мужчинам, к детям, кто видит это видео. Помогите, пожалуйста, в распространении. Я очень сильно хочу, чтобы это видео дошло до самых верхов. Ко всем военным пацанам, которые сейчас находятся на передке, парни, вы меня многие прекрасно знаете, да, то, что я фанат своего дела. Я патриот своей страны так же, как и вы. Помогите, не знаю, там, запишите видео, отправьте куда только возможно, невозможно. Нужна просто ваша поддержка. Мы должны поставить эту базу. Пацанам негде тренироваться просто. Они бы рады бы приехать позаниматься. Ну, во-первых, инструкторов мало, да, к сожалению. Сейчас все пацаны-инструктора находятся на передке. Ну, и второй момент, то, что баз действительно не хватает. Обращаюсь ко всем блогерам, гражданским, военным, с любой аудиторией, с одним человеком или миллионной. Это не раскрутка канала, это молеба и просьба о помощи. Я так же, как пацаны, сидел в окопах. Так же, как пацаны, участвовал в боях. Но сейчас получилось так, что я нахожусь на гражданке, но я не просиживаю штаны, да, как некоторые люди, не буду называть их фамилии. Мы стараемся с парнями сделать все возможное и невозможное, чтобы личный состав, который убывает на СО, был хотя бы чуть-чуть подготовленный, да, неделя, две, день, два, дать все те знания, которые мы приобрели не только в зоне специальной военной операции, да и, в принципе, за многолетнюю нашу службу. Ребята, я еще раз прошу, помогите, пожалуйста, распространить это видео максимально. Как говорится, система семи рукопожатий работает. А вам хочу, Павел Александрович, сказать, вы делаете очень некрасиво, подло. И, боженька, все видит. Рано или поздно вы получите за это по шапке. Сейчас очень тяжелое время, и нам нужно всем объединяться и делать так, что наши пацаны уезжали до подготовленными и крепкими, а не продавать, бля, территорию за 65 миллионов, стараться, чтобы набить, сука, свой карман. Это я сейчас говорю, просто меня реально, меня аж трясет. Кто-то сидит в окопах, блядь, не видит там нихуя, постоянно рискует своей жизнью, а кто-то сидит в теплом кабинете и не может, блядь, подписать бумажку для того, чтобы был тренировочный лагерь, блядь. Сделайте это для Хабаровска, Павел Александровича. Я очень сильно прошу. Еще одна маленькая просьба ко всем парням, командирам. Я очень сильно прошу, если ваши военнослужащие, если поедут в Кремль, получать какие-то награды, не знаю, Герой России, Орден Мужества и так далее, и тому подобное. Мужики, я вас прошу, обратитесь лично к Владимиру Владимировичу с данной просьбой. У нашего президента очень много дел, и он не видит все, что происходит в регионах. Давайте донесем до него эту информацию, а данный человек по заслугам получит, как посчитает наш главнокомандующий. Еще раз всех прошу помочь. Жму всем краба. Победа за нами. Честь имею. Продолжение следует...